Юра родился в городе Волжске, в России. Его родители Георгий и Ирина были очень счастливы рождению сына. Разделить их радость приехали родственники. У нас родился полностью здоровый ребенок. Когда Юрочке был всего один месяц, у него внезапно произошло кровоизлияние в мозг. У маленького мальчика случился инсульт. Девять дней он пролежал в реанимации безнадежно. Врачи нам не давали никакой надежды о том, что он останется живой. Или даже если он останется живой, он не будет полноценным ребенком. Это будет просто овощ. Врачи каждый день боролись за жизнь ребенка и чудом его спасли. Мы месяц пролежали, пролечились и нас выписали. Врачи нам говорили, что будут какие-то последствия. Вскоре последствия кровоизлияния в мозг проявились. То, чего родители боялись больше всего, настигло их мальчика. У него начались резкие крики, какой-то страх появился, то есть боязнь. Мы сами не понимали, что происходит. И мы, естественно, пришли в поликлинику, в больницу, в врачу, неврологу. Пройдя обследование головного мозга, у Юры обнаружили синдром Веста. Это редкая и тяжелая форма эпилепсии. Врачи нам сказали, что это не лечится, что это болезнь на всю жизнь. Мы легли в больницу на обследование. Нам выписали лекарства, очень сильные противоэпилепсические, но они нам не помогали. Абсолютно не помогали. Они постоянно лежали в больницах, проходили курсы лечения, но ничего не помогало. У Юры с каждым днем приступы усиливались и проявлялись все чаще. У ребенка складывало пополам, у него скашивались глаза, зрелище очень тяжелое. Наша жизнь просто превратилась в кошмар, в какой-то ад. Потому что, когда судороги, боишься, что ребенок упадет, разобьется головой. Эти судороги, они проявлялись настолько часто и настолько сильно, что во дворе мы не могли играться с детьми, потому что дети видели, они пугались. Ну, это очень страшно, неприятно, когда ты понимаешь, что с твоим ребенком что-то не так. Мы просто боялись его потерять. В 2014 году, узнав от знакомых о Духовном Центре Возрождения, Ирина с мужем стали смотреть телеканал и слушать проповеди апостола Владимира Мунтиана. Ирина всем сердцем поверила, что только Бог сможет исцелить их сына. Теперь прошу вашего внимания, потому что я буду говорить зрелые вещи. Также я прошу всех телезрителей. Когда Дух Святой движется в зале, сила Божья движется. И Дух Святой, Он освобождает людей, внимание, от болезней. Я просто включала прямой эфир днем и ночью, слушала проповеди, услышала первый раз для себя новость о четвертом измерении. В молитве я начала представлять, как мы катаемся на качелях, как мы играемся среди детей в песочнице. То есть, что я могу отпустить его руку спокойно, и он будет играться, и не будет падать. На протяжении года это происходило, как я молилась в четвертом измерении. В один из дней Ирина, как всегда, смотрела по телеканалу «Возрождение» прямой эфир, который вел апостол Владимир. Боже, я молю тебя за каждого человека, за каждого телезрителя. Пусть твоя милость будет излита. Придет благословение Отца Небесного. Пусть придет счастье, мир, радость, победа, здоровье, крепость. На этом собрании пусть это начнется. Халилюя! И в прямом эфире апостол Мунтян просто проговорил лично мне о том, что сейчас стоит женщина на кухне, и у вас большая проблема, у вас больной ребенок. Я стояла и понимала, что это слово ко мне, потому что таких сходств нет. И он проговаривает такие слова, что это проклятие зависти. «Я разрушаю проклятие болезни над вашей жизнью. Наведенное проклятие сейчас разрушается во имя Иисуса!» Во время молитвы апостола Владимира Ирина поняла, что болезнь ее ребенка – это следствие наведенного проклятия, которое пришло в жизнь ее семьи из-за зависти. «Я просто упала в этот момент на колени. Я встала и говорила, Господь, спасибо тебе, что ты мне проговорила. Я просто отдала его Богу в этот момент, сказала, «Боже, я не могу ничего с этим сделать. Мне уже тяжело смотреть каждый день, как его трусит». И буквально Дух Святой так сильно сходит на ребенка, что приходит полное освобождение. «Пусть это помазание Божие на разрушение этих болезней, как эпилепсия. Я повелеваю именем Иисуса Христа. Болезнь убирайся вон! Во имя Иисуса!» Дорогие друзья, сегодня в этом зале произошло много исцелений. И по телевидению произошло много чудес. Проходит день, проходит два, проходит три. Я понимаю, что нет, эпилепсии нету. Она ушла, просто покинула его этот дух. Я звоню мужу, говорю, Жора, уже ровно трое суток, как он не падает. То есть он не разбивается, не падает, то есть нету вот этого всего. Он как бы увидел эту славу Божию. Он тоже благодарит Бога за то, что ребенок получил такое исцеление. И для него это очень сильное свидетельство. Чтобы убедиться в полном исцелении сына, Ирина с мужем обратились в больницу. Проведя энцефалограмму головного мозга, врачи пришли к заключению, что эпилепсии больше нет. Мальчик здоров. Врачи, конечно, они были в шоке, куда делась эпилепсия. И вообще после такого обширного кровоизлияния ребенок и бегает, и разговаривает. И внешне никаких нет факторов, то, что он перенес такую болезнь. У меня просто сердце наполнялось такой благодарностью. Духу Святому, Богу, я так благодарила Бога я каждый день. Ребенок стал понимать и откликаться на свое имя. То, что раньше этого не происходило, то, что мы его звали Юра, Юра. Он даже говорить начал. Слова какие-то произносить, эмоции свои выражать. То есть, ну, стал нормальным ребенком, как все. И мы стали ходить на улицу, гулять с детьми, кататься на качелях. Нет предела нашему счастью. Потому что наш ребенок сейчас здоровый, радуется. Он будет ходить в школу, учиться, как все нормальные дети. Это самое великое счастье для нас, конечно. Это просто невероятно. Это через телевидение, вот да, я здесь не была. Вот, и я просто обещала Духу Святому, пастору Виктория, что я буду стоять на этой сцене. Я буду свидетельствовать. Я хочу просто поблагодарить своего Духа Святого на коленях, потому что у меня с ним такие отношения. Я даю всю славу тебе, мой драгоценный Дух Святой. Я говорю тебе, спасибо, мой драгоценный Дух Святой. Я обещала тебе, когда ты исцелишь моего ребенка, я буду здесь на сцене. Славить тебя, благодарить тебя, мой драгоценный Дух Святой, за твое присутствие. Когда ты сошел, это был день Пятидесятницы, 22 мая 2015 года. Спасибо тебе. Вся слава тебе, вся честь тебе, вся хвала тебе. Спасибо тебе, Дух Святой. Все друзья Ирины и Георгия знали о болезни Юры. И когда стало известно о полном божественном исцелении Юрочки, все они примирились с Богом. И вот на основании этого его исцеления, чуда, все мои друзья просто покаялись. Они все пришли к Богу. И мы сейчас собираемся, у нас домашка, я служу им всем. Я приехала, отучилась на Академии пастырства. И сейчас я как бы в нашем городе Волгограде ведущий пастыр. Телеканал «Возрождение» благодарит каждого партнера. Сегодня, благодаря вам, Евангелие распространяется по всему миру. Спасение, исцеление и благословение приходят в каждый дом. Дорогой друг, становись партнером. Вместе мы сможем сделать еще больше. Звони прямо сейчас, плюс 38 067 457 33 00.